Время, когда мы с вами говорили, что в основном является его причиной, что является основанием его выковы. В речь идет опять о дауншифтинге. Мы в прошлый раз уже этот вопрос обсуждали как-то, мы тогда в основном описали явление, но не говорили, в чем является его причиной, что является основанием его выковы. Я все-таки подумал и решил, что в основе дауншифтинга лежит ничто иное, как привычная нам метафизическая ситуация, развернутая, скажем, у Достоевского в затывках и с подводках. Дауншифтинг, как герой записок из-под поля, по всей видимости, в основе своей, не обращается ничем. Что такое герой записок из-под поля? Герой записок из-под поля говорит, что он тоже ничего не делает, но почему он это не делает, совсем не изменит. Правда же, да? Он не является классическим лентяем. Ему не является лень. Он не делает по каким-то своим совершенно другим причинам. Точно так же и дауншифтинг, по большому счету, он вполне успешен, вполне состоявшийся в жизни. И вдруг он все бросает и начинает жить, которую иначе, как более-менее контрактабельной жизнью герой записок из-под поля, Достоевского не назовешь. Где там действие происходит? Раньше она на окраинах Петербурга просуществовала, а теперь в Таиланде. Что она теперь хоть более как-то красиво и эстетически привлекательно выглядит, по сравнению с тем безобразием, которое описывает Достоевский, записок из-под поля, это ни о чем не говорит. Дауншифтинг является полным преемником, по всей видимости, вот этого самого странного и жесткого господина, которому тогда было уже практически 45 лет. Значит, в чем метафизичность позиции, которую разворачивают перед нами герой записок из-под поля Достоевского? Она состоит в следующем, что в самом деле оказывается с некой рефлективной позиции, что мир или значение этого мира означает нас, то есть нас полностью определяет. Ну, допустим, я менеджер среднего звена, что это означает для меня с некой рефлективной ситуацией? О том, что мне эта ситуация менеджера среднего звена, она предпослана, то есть она меня сделает, определяет и ограничивает. Получается, что мир есть, а меня, как подотчетного этому миру, совершенно образом нет. Нет меня. Таким образом, акт рефлексии, находящегося у любого человека, находящегося в позиции непосредственной деятельности, оказывается ни с чем иным, как признание моего собственного несуществования или является ситуацией моего абсолютного страдания. Вот такая исходная позиция она состоит. В самом деле, легко увидеть, что с этой ситуацией сталкиваются все мы. Не бывает так, чтобы кто-то, занимаясь какой-то деятельностью, одновременно не испытывал весьма существенного страдания, от той простой причины, что его полностью означивают, то есть его постоянно уничтожают. Будь то кем угодно, математиком, физиком, банкиром, кем-либо еще, любая деятельность, положенная в качестве формы и, следовательно, положенная в качестве того, что понадлежит рефлексии, оказывается ни с чем иным, как признание у нас, нашего собственного несуществования. С этим можно справиться двумя способами. Первый способ – это пытаться это дело действия заиграть. Но в самом деле, бабушка умирает, она просто умирает. Признать того, что это нынешнее обстоятельство для тебя совершенно нестерпимо, и ты умираешь, что полностью означено миром, это совершенно невозможно. Но как эту ситуацию можно заиграть? А тем, простым способом, всю эту ситуацию заигрываем, что окружаем себя оберточками, рюшечками, внуками, скребящимися прочим, и оказываемся в некой ситуации ритуала, в некой художественной форме. И эта художественная форма позволяет с нетерпимостью признание того, что ты умираешь, справиться. Или представим себе, у нас болит зуб. Ведь проблема не в том, что просто болит зуб, это само по себе больно. Проблема в том, что больной зуб полностью определяет нас как таковых. Он определяет нам любое наше движение и любое наше поведение. То есть зуб есть, а меня по отношению к нему нет. Как я могу с этой ситуацией справиться? Заигрывая ситуация. То есть я начинаю выводить рулаты. И все окружающие понимают уже, что эти самые рулаты сейчас, тот, в данный момент, оказываются всего лишь ничем иным как привлечение. Художественная рулада. Они же притворяют, что у меня не только болит зуб, но еще и притворяются. Вот эта рулада, она и оказывается тем способом, какой нам помогает справиться с грустной истинной бытия. А грустной истинной бытия стоит, что когда мы чем-то занимаемся, то, чем мы занимаемся есть, а нас нет. Мы отсутствуем. Вот. Такова странного рода признание. И второй способ, как мы можем избавиться от этой ситуации. Просто перестать чем-то заниматься. Отложить это все на потом. Ну, в самом деле, у меня большое количество знакомых, которые просто сидят и страдают перед компьютером. Им надо заниматься бизнесом, ухаживать за девушкой, еще чего-то делать. Занимать, как любят говорить, в активную позицию. Они ничего подобного не делают. Они при помощи мышки совершают один и тот же непривный переход сайта на сайт. Они сидят перед компьютером, перед телевизором и после переключают канал. А фильмы им не интересны, они буквально мучаются. Чем же они занимаются с метафизической точки зрения? А они постоянно откладывают этот выбор, чтобы кем-то стать. Мужем, отцом, банкиром или еще кем-то. Каким-то другим странным. То есть рефлективное усилие сознания превращает эту простую ситуацию, стать мужем или кем-то еще, совершенно нестерпимую. А возникает ситуация отложенного выбора. Эта ситуация разворачивается и в ситуации доуншифтера. Доуншифтер отказывается от своей жизни для того, чтобы постоянно заниматься всякой фигнёй. То есть переходить с сайта на сайт и перед тупой переключать каналы. Это может быть странное дело. Перед ним вся вселенная. Можно оказывать добро людям. Можно делать много всяких полезных и очень красивых вещей. Позиция доуншифтера прямо противоположна. Я отказываюсь с кем-то быть. Потому что когда я с рефлективной позиции кем-то являюсь, это означает то, чем я являюсь есть, а меня нет. Меня нет. И в этом случае доуншифтера может ставить работам только крайняя степень нужды. Или чего-либо еще. Как только он накапливает какие-то жизни, вот начинается этот самый Таиланд. Либо уезжаешь в Таиланд на эти средства. И там ведешь странное существование, похожее на существование перед телевизором с включенным пультом. И садишься дома в подполье. Тоже перед самым телевизором с включенным пультом. Я хочу обратить внимание на своеобразное издевательство ситуации. Люди с высоким уровнем рефлексии, то есть люди по большому счету достаточно высокого, как правило, уровня интеллекта, отказываются от какой-то робота деятельности. В том числе научной, художественной или какой-либо еще. Они от нее отказываются, прямо от нее избавляются. И вместо этого убирают свою жизнь в качестве тупого переключения канала на канал. Потому что стать кем-то нестерпимо, стать кем-то невозможно, это ужасно. И почему тогда вот некоторые наоборот примятся кем-то стать? Ведь есть же и другие, которые не дауншифтеры, а галеристы. И ты как объясняешь? Да, вот у меня и получается... Твоя схема должна объяснять и коррелизм. А она ведь получается, что коррелизм в твоей схеме невозможен. Как это так? Да, да, да. Вот у меня получается... То есть есть люди, которые наоборот, хотят кем-то стать. Они покупают мерседес, чтобы это не просто, так сказать, быть каким-то простым человеком, а вот таким специфическим человеком, у которого есть мерседес, у которого хватает денег на его обслуживание, на то, чтобы его иметь и прочее. Да. Дорогие квартиры, дачи там какие-то. Да, да, все это существует. Это какие-то шмотки какие-то необычные, там какие-то специальные бренды, там по дорогим магазинам. Это оказывается у нас... Смотрите, то есть по отношению к знаку можно выступать двумя способами. Первым можно понимать, что знак есть, а нас нет. То есть мир означивает нас, а мы в качестве чистой формы являемся членами формы нибудье. Это ситуация, которую я только что адресовал в образе этого шифтера. И вторая ситуация. Когда я спасся всего мира только тем, что я непрерывно означиваю. Тогда я означу это все с важностью. Вы понимаете, как экзистенциал от него прислали с важностью. Я покупаю Мерседес и вхожу и выхожу. Ну, как говорят, это американская пословица. Машина с ней на то, что на чем ездит, а на то, что подъезжает. Подъезжает к чему-то, подъезжает. И хожу с определенного рода важностью. Я всем своим телом означиваю то, что происходит. Это вот такие люди есть. Я боюсь различать между степенью интеллекта между ними. Но действительно есть непосредственные деятели. То есть непосредственная деятельность такая, спокойная непосредственная деятельность, которая связана с брендами, с Мерседесами и всем прочим, она, конечно, возможна. Но и возможна из ситуации рефлексий. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторе бесконечной земли. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой. Известная срочка из Гревничекова. Современные доуншифтеры, поколения дворников и сторожей 70-х и 70-х годов, не отличаются ничем. Возможности только станут другими. И они все вместе, вот эта группа, она ничем не отличается от героя, записываясь под поле второй половиной 19-го века. Как только появляется возможность, громадное количество людей делает всегда выбор в пользу рефлексии над непосредственными. Так вот, насчет рефлексии. Почему ты думаешь, что те как коррелисты не рефлексируют? Это на самом деле немножко слишком сильное высказывание. На самом деле коррелисты точно так же рефлексируют. И точно так же они являются коррелистами не потому, что они там какие-то недалеко. Да, это тоже такое есть. Вы знаете, вот я хочу нормально сделать вставочку. Просто я слышал о таком опыте, приезжали протестантские пасторы проповедовать в Африку. Я, кстати, хочу сказать, что это никак не связано доуншифтинг с интеллектом. Это вообще общечеловеческая черта. Они приезжали в Африку к этим африканцам, к этим племенантским. Проповедовали им Царство Гожие и Евангелие. И восприятие, так как цивилизации разные, и вот нет тех переходов, которые есть в нашей цивилизации, чтобы перейти в христианскую. Те воспринимали буквально, что они переставали работать, умирали. И знают, что они пойдут на небо. Это свой урод дауршифтинг. И мысль заключается в том, что вообще в природе человека заложено, что большинство людей не является творцами, к сожалению. И для них двигаться по жизни является выживание. Иногда оно завернуто в Вчиславие, в Яро-Вчиславие. Нужно быть богатым, нужно покупать красивые машины дорогие, чтобы выжить в какой-то там... То есть, не создать с этим не связано. Но ты в психологизме сваливаешься. Нет, не психологизм. Это психологизм. Мало каких у людей психологических. Нет, но у меня мысль не в этом. А мысль в том, что только необходимость выживания заставляет большинство людей работать. А для того, чтобы человек продолжал работать, уже имея возможность не работать, до уши от ингрессика возможности не работать, для этого нужно, чтобы в нервном какой-то горел огонь творчества. А вот сумели ли этот огонь... Мы уже раз говорили о том, что дауншифтеры, они работают часто. Просто работают на других работах, а не на тех как... Ну просто Валя не был на этом семинаре, но не обязательно. Нет, действительно... Это не бомжи, понимаешь? Дауншифтеры это не бомжи. Это просто люди, которые были, допустим, на одних постах, когда перешли и стали владельцами каких-нибудь лодочных станций, инструкторами дайвинга и так далее. Видишь... Хотя были на высоких должностях, там в Газпроме или где-нибудь еще. Видишь, в чем дело. Я, на самом деле, твой аргумент, конечно, поддерживаю, что, безусловно, о дауншифтерах есть и просто рефлективные люди, а есть те, которые описывал Леша Кашель в прошлый раз. То есть, им нравится море, волны, творчество и еще что-то. Они были банковскими клерками, ушли и начали кататься на... Но их нельзя называть души. Дауншифтеры. Ну вот он называл их дауншифтерами. Он их дауншифтер имел. Это... Понимаешь, тут просто как бы разные люди. Ведь есть же... Надо смотреть. Надо смотреть каждого определенного. Такая психологическая установка, которая есть, она существует. Если человек приехал в Бангкок или в какой-то другой город, это разница того, что и живет как-то там на... Деньги за сданную квартиру там в Москве, и при этом занимается творчеством, то в какой же он, в основном, что-то творит? Создает, неважно, физику, он занимается химии. Нет, ну смотри... Слово дауншифтер – это тот, который меняет социальный свой статус. Да. Только в понижительном смысле. Мы считаем всегда, что... Всегда статус человека... Мы как бы считали так, да, естественно оказалось, что человек всегда стремится к повышению своего социального статуса. Что всегда лифт, всегда как бы движется наверх, мы считаем. Ну так вот принято считать, в принципе. Любой человек, он как бы карьерист, да, от рождения. Вот так считается. И вдруг выясняется, что, оказывается, есть люди, которые, наоборот, достигнут вершин карьерных, наоборот, зачем-то стремятся вниз, да, то есть на этом лифте социальном, вообще-то совершают движение вниз. Вот что нужно объяснить. Ну так он может быть тогда дело слабое. Дело не в том, что какой-то бомж где-то лежит, а дело состоит в том, что он занимал высокое положение в иерархии, да, вот социальной. Он там много зарабатывал, там где-то был каким-то менеджером высшего звена, там, да, там, на высоком счету, там, может где-то в правительстве даже работал и так далее. Вдруг что-то, как бы, происходит, и он становится обыкновенным, каким-нибудь человеком где-нибудь там, на пляже там загорает, там, ничем не занимается, все это бросает. Банальность совершенно, как же, просто надоело ползти наверху. Ну, надоело, не хочется сменить обстановку. Это психологизм, да. Назови это как хочешь, психологизм или не психологизм, а что, вполне нормально. Ну, можно вообще все объяснить, как бы, все умрем, как бы, вот, все объясним. Да, если у нас никакой разгадки нет, то там просто разные люди по разным причинам. Булав, ну, еще утверждение того, что все стремятся, или, так сказать, хотели стремиться к карьере, это тоже, ну, не совсем к карьере. Да, как бы. То есть, у каждого… Никого никогда не было. У каждого свое какое-то цикло… Давайте так считать, что такое, как бы, к чему люди стремятся? Люди стремятся к бланку. В чем социальная иерархия представляет собой бланку? Ну, в частности, она представляет собой… Высокий социальный статус. Высокий социальный статус. Значит, все стремятся к высокому социальному статусу. Это вы так представляете. Но, помимо этого, есть мусульмане, иудеи, и христиане, которые… Еще раз говорю, что это стандартная логика, какого-нибудь там, Сократа, Протона, как бы… Все стремятся к благу, да? Ну, последователь Сократа… Сократа – это не обязательно карьера, высокий пост. То есть, не обязательно? Ну, да. Зачем вы вот такое делаете? Я вот не узнаю. Давайте все благо – это и карьера. Мне больше всего поражает, что надо как бы обыкновенные вещи обсуждать. Ну, карьера… Ну, и благо… То есть, люди хотят признания социального. Это кому-то достаточно признания там, жены там, друзей. Кому-то недостаточно, кто-то хочет признания там, более широкого круга людей там. Например, там, не знаю, в партии там признание, да, быть лидером партии. А кто-то хочет быть лидером, может быть, всего мира, и так далее. Человек стремится, на самом деле, в обществе как бы получить признание еды. Нет, но есть по роду людей – карьеристы. Такие люди есть, никто с этим не спорит, но наряду с этим есть полно других пород людей, которых нет такого стремления. Да, то есть, лидеров там, вот этих карьеристов – это… Человек не стремится к благу. Почему нет? Нет, нет, нет. А есть различные психологические типы. Да. Валя, а тебе не кажется, что, на самом деле, это похоже на вот такое, есть басня такая, про лису и виноград, да, известно, да, там, что лиса, типа, он не может до винограда достать, а мне, типа, и не надо. Понимаешь, если, как бы, много очень… Человек может объяснять, что он не стремится наверх, потому что это ему не надо, ему хватает то, что внизу. А можно это объяснить, что просто у него руки коротки, что он просто не может, что он просто там, как бы, не умеет… Не то, что он дауншифтер, а в том, что он дауншифтер, там, человек, конечно, ему это просто, как бы, ну, как сказать, не запрещено, а, как бы, это противоречит их религии. Ну, нельзя слушать богу и мамонию. Ты понимаешь, благо, как мамония. А христианам запрещено. Знаешь, что такое психологизм? Один и тот же поступок можно объяснить разными совершенно противоположными мотивами, и оба объяснения будут совершенно правдоподобными. То есть, психологизм ничего не объясняет. Есть люди двурукие, есть однорукие, есть трехрукие, есть четырехрукие и так далее. Все думаешь, ну, есть, и что? Что это объяснило? Что, вот, мы сказали, что есть много разных людей. Мы что-то объяснили? Есть кружки, есть чашки, есть тарелки, есть... Когда мы говорим о бытии, мы ничего не говорим. Поэтому психологизм, на самом деле, как бы, это не объяснение. Для того, чтобы что-то объяснить, надо какую-то, придумать концепцию, как вы придумали ее, допустим, Игорь. Ну, как? Психологизм – это состояние человека. То есть... Что я говорю? Психологизм, одно и то же действие можно объяснить совершенно противоположным мотивам. Я вот понимаю, что есть разные люди, у разных... Поэтому это не объяснение. Разная... Точно так же, в противовес концепции, Игорь, можно придумать другую концепцию какую-нибудь. Это тоже... Да, зависит от того. Вы придумайте другую концепцию, а не предлагайте какие-то психологические... Почему ты считаешь, что психологические... Еще раз говорю, вот человек не стремится вверх. Можно объяснить двумя способами, потому что он не может, потому что он кривой, косой, как бы, это первое. А второе, потому что у него цель такой, он хочет туда идти, он хочет заниматься другим. Но ведь как только одно из этих... А еще третье! А еще третье, четвертое, пятое и десятое. И что теперь? Только одно из этих объяснений будет истинным. Почему? Для данного конкретного человека. Для данного конкретного человека. А, для данного конкретного человека, да. Ну да. Так и что? И почему так надо все это резко отрицать? И чем плохое психологическое объяснение? Ну да. Люди действительно все разные. Зачем же так вот всех под одну ребенку залетать? Да ничем не плохо. Просто с психологической точки зрения человека нет. Есть просто функции какие-то. Знаете? Вы же прекрасно поймите. Если человек может объяснить один, второй, третий способ, но все способы будут правдоподобные, хотя и противоположные, у человека нет. Есть функции. Каждая функция как-то работает там. Человек стремится наверх. Это функция как бы там. Он хочет признание там. Ну хорошо. Человек не стремится наверх. Он типа считает... Он объясняет только конкретный поступок, а не человека в целом. Можно объяснить вот с позиции Дердяева, с точки зрения свободы. Что каждый человек по-разному видит свободу. Считает для себя свободой разное. И все люди стремятся не к твоему благу, там карьере, там что такое, а все стремятся к свободе. Чем это? Ну да, ну... Только видит эту свободу по-разному. Один видит свободу в том, чтобы властвовать над другими, а другой видит свободу в том, чтобы заниматься над живыми. А тебе кажется, что стремиться к свободу это сейчас... А ты знаешь, а стремиться к свободе это просто частный случай стремление к благу. Если человек считает, что свобода это благо, и он стремится к частному случаю пониманию, что это было. Ну а кто с этим спорит? С этим никто не спорит. Просто ты-то вывел, что благо это только когда все стремятся к деньгам и власти. Нет. Я вывел к тому, что как бы... Благо может быть... Нет, я сказал, что с точки зрения социального, мы говорим о дауншифтинге, то есть о движении внутри социального поля. Мы не говорим вообще о том, как где-то на берегу там какой-то человек занимается каким-то другим благом. Мы говорим про дауншифтинг и там и апшифтинг. Это если так уж выражаться. И мы говорим с точки зрения... Зачем человек стремится вверх? С точки зрения социальности. Потому что это благо для него. На данном конкретном этапе для этого индивидуума пройдет какое-то количество там лет, какие-то знания поменяются, у него будут там другие представления. Словно, если так можно сказать, что обобщенно говорить на мой взгляд, благо это вообще когда человек, когда его реальная жизнь человека соответствует его взглядам, его убеждениям, его желаниям. Вот это благо. Баланс. Вот, может быть, в царстве припомнишь, что в Карамзинае есть такое место, я только не помню, при каком из императоре, но точно до Петра. Когда на Руси вот такой дауншифтинг был, он заключался в чем? Что все ломились в пустыше, чтобы там жить более-менее праздно. Какой это дауншифтинг-то? Чтобы быть дауншифтингом, сначала надо вверх подняться. Кто ломился в пустынь? В пустынь ломились чиновники, что ли? И тысячи людей из разных слоев ломились туда. Да, он шифтинг, это всегда только сначала человек поднимается, а потом он спускается, а не иначе. Государи наши принимали специально законы, запрещающие это делать. Просто тысячи, как там Каразин пишет, не десятками тысяч уходили вот в эти пустыни. И было принято закон запрещающий. Да, то есть это фактически уменьшалось количество податного населения, да? Да, да, да. Ослабление централизованной функции. Конечно, не надо служить, не надо работать. На кого-то, работаешь только на себя. Скорее, ну это ладно. Там речь, что не о том, чтобы монастырь как-то уходили, а на земли. То есть дауншифтинг, с твоей точки зрения, это просто без денег? Нет. А кто? Я вот считаю, что это стремление к благу, только люди... Ну, благ, понятно. Просто без денег. Он же свободный. У него есть ситуация, что он хочет быть этим. Ну, не хочет самим быть. Ну, так тоже действительно дауншифтинг не понимает. Люди не хотят работать, а хотят быть свободными. Ну, тоже есть такая вот точка зрения. Еще раз, я просто предлагаю немножко вернуться к исходной задачи. Исходная задача состоит не в том, что какие-то иные люди как-то все странно живут. Исходная задача состоит в том, что есть люди, карьеристы, изначально карьеристы, которые достигают в своей карьере высоких ступеней. И потом почему-то, тем не менее, хотя у них вся жизнь была посвящена этому карьере, они потом, на самом деле, опускаются вниз. Вот в чем проблема-то состоит. Вы просто задачу каждый раз не понимаете, обсуждаете не то. Не то, что как будто человек жил и пошел куда-то там впускаешь. Ну и пошел. Вопрос идет о том, что человек считал, что карьерный рост – это благо. И он этим карьерным ростом занимался. Он занимал высокие посты какие-то. А потом почему-то что-то произошло такое, и он, на самом деле, от всех этих постов отказывается и уходит вниз. Вот задача в чем. Это надо объяснить. Ранее эффективно по делам, как и в силах. Нет, просто я-то этого уже не знал, этих вводных. Я слышал вводных. Еще есть вводные. Это изначально слово «дауншу». «И ты понимаешь, какие ты люди, и уезжай и туда жить». Теперь вдруг выясняется, что это не люди, которые сдают квартиры, а какие-то там чиновники с самого верха. Бросают свои посты. И бегут. Это просто сам термин «дауншуфтик» возник именно из-за понятных проявлений. В поликлинике был, да? Заведую в больнице. Был, обладал такими вещами, действительно сдал квартиру и холтейланд. Ну вот Лёха рассказывал про какого-то там менеджера высшего звена в «Газпроме». Работал, получал огромные деньги. Потом что-то произошло. Потом поехал куда-то там и устроился там, по-моему, инструктором. Подавим, что-то еще в этом роде. Только что на жизнь хватало и все. Ну да, так это… Ты, наверное, помнишь американскую мечту? Что она началась? Купить домик? Нет. Вообще, американская мечта. Была такая концепция. Два детей, домик и машинка. Две. При этом не работать, наверное. Как не работать? У них не было такой концепции не работать. Нет, нет. Как заработать, а потом уже почевать на вас? Нет. Это уже там, если на пенсию выйти, но дети… Давайте как бы не скатываться в болтавне кухонной. Вопрос же в чем состоит. А теперь, если мы как бы поняли, что такое «дауншифтинг», да, и пытаемся его объяснить. Игорь предлагает следующего рода объяснение. Он считает, на самом деле, что человек, который вот двигался по карьере успешно, да, там, был во всех смыслах как бы успешным человеком, да, он просто осознает, на самом деле, что не он существует, да, как бы, а что существует вот весь этот успех, да, а его-то самого здесь нет. Он как бы обусловлен всем этим, он как бы в этом у него… Нету его, да, это для него становится однажды просто нестерпимым, что его нет, а все это есть. Так, можно такой маленький момент? А, к такому выводу мог бы прийти и обычный слесарь, и дворник, и кто угодно, так сказать. Он же… тут не надо совершенно, так сказать, занимать высокие посты и иметь много денег, то есть какая разница? Да, да. Мог, мог прийти, да, к такому, да, мог прийти. Пришел. Игорь просто считает, что, получается, что с его точки зрения, душитик это не является чем-то специфическим, как бы особенным, а сводится просто к одной из видов таких вот… Рефлексий. Рефлексий, да. Рефлексий. Рефлексий, что вы имеете в виду? Рефлексий. Сознание себя, как чистой формы происходящего. Рефлексий. Как чистой формы? Рефлексий. То, что сознание – чистая форма, это является формой небытия. То есть мир есть, а меня – нет. А я, мое-то возражение, как бы, да, или лучше вопрос состоит в том, почему же, тем не менее, многие, как бы, остаются в этом конъемном росте, находят себя, почему? Почему не все вот так поступают? Казалось бы, если есть такое движение, да, и это движение, как с твоей точки зрения, это физическое движение, да, оно бы свойственно нашему сознанию, да, если наше сознание является рефлексией. По той же самой причине, по какой раньше Идауншифтер крапкался по этой лестнице, он же всегда осознавал, чем он занимается, по сути. Ну, он бы означивал, означивал, означивал. Он боролся с несерпимостью рефлексии, тем, что постоянно означивал все заново и заново, означивал, означивал, и означивал. И они продолжают означивать, означивать, означивать. То есть они просто еще не доросли с вами? Ну, трудно сказать. Почему? Я как раз считаю, что подобного рода переход, может быть, и с вами свободный, на самом деле. Быть может. Возможно, что это свободное вино. Я не знаю, может быть, я сужу по себе, но мне кажется, что мне всегда казалось, что в каждом человеке это заложено, что если человек, как бы, может, не знаю, там, заработать, украсть, в общем, получить от кого-то деньги, и потом не работать, и заниматься тем, чем бы ему хотелось заниматься, вместо того, чем он вынужден заниматься, потому что, когда мы занимаемся карьерой, там, еще что-то, мы редко занимаемся тем, чем бы нам хотелось, а тем, что мы занимаемся тем, что нам приходится заниматься, то большинство людей, конечно, не большинство людей, но очень многие люди, пошли бы на то, чтобы заниматься тем, чем он хотелось. Ну, быть может. Имея возможность какую-то. Это быть может. Когда вопрос веживания решет. Не даже из пустого порожника перелет. Я считаю, что это главная причина. Нет, просто это похоже на то, что, как бы, ты или в этом увидел какую-то личную свою, как бы, затронутую, то есть, понимаешь, что ты, как бы, условно говоря, живешь как-то, и ты считаешь, что тебе надо объяснить, почему ты так живешь. Нет. Есть же простая, как бы, логика. Люди смотрят друг на друга и спрашивают, если ты так умный, почему ты небогатый, да? И ты ему должен, как бы, извиняясь, объяснять, ну, потому что я вот занимаюсь наукой, там, что вот, я вот такой особенный человек, там, мне это не нужно, я, там, типа, монах, там, типа, там. А почему надо извиняйся, это объяснять? Просто, может, он недостойный объяснений. Нет, ну, просто извиняясь, извиняясь, как правило, была права. Практикально говорит, что именно, что извиняюсь. Ну, это значит, ты сам, как бы, чувствуешься одинаково. Да, сам, сам. Потому что социальные, духовные скрепы, да, они диктуют совершенно понятные листерятели поведения. Я думаю, что как раз, что часто за, так называемой наукой, тем, что тебе нравится, скрывается именно то самое переключение пульта, щелкание пультом у телевизора. Это просто эвфемизм, чтобы от самого себя замаскировать, чем ты занимаешься на телевизоре. Можно же, там, какой-нибудь доншифтер поехал в Таиланд, и иногда взял с собой учебник по квантовой механике, и что-то там читает. Его спрашивают, чем ты занимаешься. А я занимаюсь наукой. Фиг. Никакой наукой не занимается. Он щелкает пультом перед телевизором. Просто ехал в Таиланд, и там им щелкает. Это все оправдание. Валя, ты не думал, что на самом деле самооценка – это очень сложно дать себе оценку. Самооценка – это вещь всегда рождается как повторение оценки со стороны других. Сначала тебе другие как-то оценивают, а потом, допустим, все говорят, что ты добрый человек, и ты потом думаешь, наверное, я добрый, раз все меня считают добрым, и так далее. Или, например, все тебе хорошие, ты говоришь, наверное, я хороший, раз все меня считают хорошим. Что самооценка, на самом деле, возникает как отражение внешней оценки, как восприятие этой внешней оценки в себе. И если все на тебя смотрят, а ты нищий, убогий и прочий, и все говорят, ну вот ты нищий, убогий и прочий, тебе трудно, на самом деле, отстоять оценку, что ты не такой. Как? Потому что у нас, на самом деле, уж раз мы в психологизм скатываемся каждый раз, внешнее мнение всегда является более объективным и значимым, чем наше внутреннее мнение. Мы всегда сомневаемся, что наше внутреннее ангажированное мнение является каким-то значимым. Потому что, мало ли, мы привыкаем себя как бы хвалить, привыкаем как бы себе подыгрывать. А когда какой-то человек извне нас оценивает, мы сразу понимаем, что он-то, наверное, не подыгрывает, он-то ведь как-то более-менее, он же не ангажирован в ситуации, он какой-то внешний, он нас оценивает. Наверное, в этом больше объективность. И поэтому внешняя оценка всегда сильнее внутренней. Ну, это ведь и по-наверному. Да причем для тебя, для любого человека? Так устроена социальность, именно отсюда возникает… Для меня это не так. Хорошо. Симерно по барабану внешние оценки окружаются. Но это не правда. Это правда. Если бы это было так, ты бы этих не занимался бы, и христианством бы не занимался. Я объясню, для меня, как бы, приоритетом является мое видение себя с точки зрения нового занятия. Хорошо, хорошо. А как там на это смотрят окружающие, у меня вообще по барабану. Хорошо. Это вопрос просто в чем состоит? Это там, где я продаю одежду, купи меч. Ну, типа того, всякое разное. Блаженное нищие ради двух антиктов. Я просто хотел объяснить, почему движение по социальной лестнице воспринимает свои движения к благу. Потому что, находясь в ситуации вот этого оценок внешних, все как бы смотрят на тебя и желают тебя, чтобы ты был успешным в этой жизни. Начиная с родителей, друзей и кончая всеми остальными людьми. Все как бы стремятся, как бы, сами это достигнет некоторого успеха, как бы, и пожелать успеха ближним. Да, так вот так было. И поэтому стремление, как пока в карьере вверх, да, то есть по социальной стремлению всем. Это есть некоторое... Да, да, да. Все в игрушку такую играют, поэтому нет же идуток, которые покупают Мерседес и этому искренне радуются. Они так покупают, виноваты, накупили, да, ну и что же делать-то, ну и вот так. Так получилось. И теперь, если мы это понимаем, теперь, когда мы подходим к явлению дауншифтера, дауншифтингом, у нас возникает проблема. Как так? Если стремление, движение вверх по социальной лестнице является благом, то что такое тогда стремление вниз по социальной лестнице? Вот в этом и проблема, как я понимаю, дауншифтеры состоит. Это же фактически есть деградация. Это как бы фактически есть, это как бы унижение, да, потому что со всех сторон на тебя смотрят и говорят, «ты урод», там, да, как вот мы даже пытались этого, у нас, по-моему, даже я лично это рассказывал, да, что это как бы у своего рода уроды, которые отказываются от обязанностей, там, от реализации социальных, как бы, своих ролей, социальных функций и прочее. Да? Может, это какой-то пассивный протест? Подожди, так сказать, до пассивного протеста дойдем. Просто факт состоит в том, что странная же эта вещь, просто надо понять ее странность. Вы сейчас только что, вот, как бы, вся беседа сказала о том, что это же так естественно, пойти в поле там и где-то сидеть отшельниками. Я говорю, что это неестественно, если вот мы понимаем всю суть, как устроена социальность, и что социальность нас подвигает и говорит о том, что движение по социальной лестнице – это благо, и вдруг возникают странные люди, которые вот берут просто и с вершины прыгают вниз, где-то, очертя голову, да, как самоубийцы. Зачем? Как это, как… Рядом стоят карьеристы. Представляете, каково это для них? А ну, рядом с ним, это двигался человек, который, они как бы усоревновались, условно говоря, успешности. То есть, и вдруг этот человек берет и прыгает вниз головой. Ну, карьеристы там придумывают, что он просто не справился, там, перегрузил, что ты… Да, 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 но это же тоже не объяснение. Придумывают для себя оправдание, но вот это тоже не так. Ну, Булат, ну, Ваша изначально посылка неправильная. Что, значит, люди стремлятся к карьере, там, все люди стремлятся… Я объяснил, в каком смысле. В каком смысле? Это, вот эта посылка изначально, значит, она не верна. Я объяснил, в каком смысле. В смысле признания людей. Влад, можно я так говорю? Если мы исходим, изначально обсуждаем вот эту посылку, что вот в этой ситуации мы принимаем вот эту точку зрения, что карьера – это благо, и почему-то вдруг в какой-то момент отказываюсь, тогда другое дело. Я не глупо. А изначально это посылка. Не только о карьере, а о социальном вообще-то. Влад говорит именно о Даун Шиппинге, не о человеке, который родился и сидел под березкой. Он утром сидит, сверху падал березовый сок, капли его слизывал, а также блаженные лилии полевые, которые не пашут и не сеют, а Господь им дает одежду ваше царство. То есть речь идет не о христианской позиции, да, вот такой. Я думаю, что христианской позиции не причем. Существенно, есть такие люди, которые думают, что карьера им не нужна, деньги им не нужны, у них есть пенсии их мамы, они… Но я это объясняю, как, знаешь, согласно басне, это «лиса и виноград». Да, и… Типа, не заступили виноград, но типа, мне ей не надо. И действительно, они на пенсию его мамы, пока она будет жива, они проживут, а еще с бором грибов и ядов. Вот подобного рода люди не фрекционного шрифтера. Они являются самоначально чмошниками. А, я, кстати, придумал одно интересное объяснение, да, он шутенько, да, пока будет. Вот смотрите, вот человек, который в жизни ничего не добился, он, конечно, сколько угодно может объяснять себе, да, просто ему это не надо было. Типа, да, вкусит, конечно, как говорила «лиса и виноград», да, ну типа, просто мне не надо, типа, там, и ладно, там, обойдутся как бы без винограда. То есть, он, конечно, может сколько угодно себя оправдывать, но он ведь никогда объективно оправдание своего не проверит. Потому что ведь он не был же на вершине, а тот, кто был на вершине, он уже вот этого успеха своего добился, он этого признания сколько угодно получил. Ему уже не надо доказывать, что он может. Ну, то есть, ты опять пошел в сторону психологии тоже. Да, психология человека, наверное. Нет, 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 я согласен, что здесь психологизм есть, но мне кажется, здесь это тот самый психологизм, который вот сам феномен немножко развивает. Я, понимаете, феномен подпольного человека и записок из подполья, да, он шире, чем феномен тауншифтинга. Просто феномен тауншифтинга, он берет только определенного социального аспекта, поэтому мы берем, так называемых, успешно состоящихся людей. Он для них только и предназначен, по сути. Конечно, феномен герой записок из подполья больше. Некоторые как были с самого начала в подполье сидели, так они всю жизнь не посидели, питаясь прямозавствами. Мне кажется, если твое объяснение было правильным, тогда, наверное, многие должны были бы там с вершин карьеры, так сказать, не в Таиланду езжать, инструкторами там работать, а садиться у себя дома и щелкать пультом телевизора. Вот-вот-вот. Так ничего-то я не знаю. Вот-вот-вот, именно так. Потому что что уехать в Таиланд, а в Таиланд уехать, потому что там дешевле. Которые, так сказать, работали каким-то там менеджером из Шелзина, а потом сели-сели в квартире и щелкают пультом телевизора. Ну, на самом деле, можно играть в компьютерную игру какую-нибудь одну. Можно заниматься серфингом, можно иногда куда-то путешествовать, но тем не менее. Таиланд выбирается только по той простой причине, что дешевле. Где дешево, дешевые проститутки, дешевое образование. Опять же, пока мы разбираемся, я так понял, что с феноменом. А не может ли быть в этом феномене следующий? Что человек все, что хотел реализовать в карьере, реализовал. То есть, все, что он хотел кому-то доказать, он доказал. Вот как бы избавился от вот этого... Копей психологизм. Подожди, я же не сказал про психологизм. Ну и что, пусть, пусть. Подождите, ребята, давайте я сначала скажу. Хорошо, хорошо. А вот это оборванность получается. Так тебе это говорили сначала. Нет, суть-то в чем вопрос состоит? Вопрос состоит, что у каждого из нас с самого раннего рождения присутствует вот это давление общества, которое требует от нас состояться, вырасти, стать гражданином, стать хорошим семьянином, человеком, образованным человеком. И везде вот эти вот есть этапы в социализации. И мы принуждены изначально некоторого рода двигаться в стесненных условиях. Нас постоянно старают, нас заставляют карабкаться вверх. А быть может, это есть люди, которые однажды достигают такого уровня, что у них этот груз, давление общества, он как бы сбрасывается. То есть они просто все, что можно было совершить для общества, они считают, что они совершили. То есть весь долг, который у них был, они его отдали. Значит, тут в чем состоит проблема? Проблема состоит в том, что вот в этой сфере деятельности у человека, он что-то хотел, достиг, а это получилось. Да, есть известный анекдот на эту тему, напоминающий реальность про то, как бывший миллиардер, у которого осталось лишь 2 миллиона долларов, покончил с собой. Потому что как жить в такой нищете? То есть на самом деле психологический феномен здесь состоит в следующем, что чем выше ты каракуешься по этой ситуации, тем выше на тебя происходит социальное давление. Вот это таковое. Чем дальше. Для любого нормального человека, у человека осталось 2 миллиона долларов, это какая сумма, накупил тушенки с макаронами, и живи-сестра, что жизнь с шифтером не выговорила. Игорь, я на самом деле ввел, как бы я вот так подумал, я же к чему вверху, я ввел просто к тому, что твоя объяснение на самом деле становится более понятным, если принять во внимание это следующее рассуждение, что когда человек на определенном этапе понимает, что это давление общества на него было, и что на самом деле не сам он стремился к этой карьере, а что на самом деле это стремление было внешним, это от него требовали. Это не он шел вверх, а это его как бы вели. Мир его ввел, да. Мир так устроен, что он вверх, двигаться вверх, это благо. То есть твое объяснение на самом деле здесь... Твое объяснение по поводу вот этого попольного человека, оно здесь просто приобретает более конкретное звучание, а именно состоящее в том, что если общество от нас требует быть успешными в обществе, да, так будет, не быть как бы вот этими ботанами, да, там, этими неудачниками, да, быть удачливыми, да, там, достигнуть высот карьеры, там, в бизнесе, там... Иметь айфон 5. Да, и это во внешней жизни, там, как это красивый дом, красивая жена, ну, короче, красивая роскошная жизнь. Подождите, послушайте, подождите, послушайте. Так вот, человек понимает на самом деле, что это не его желание-то было двигаться туда и все это достигать, это на самом деле было некое внешнее навязанное ему желание. Вот в чем проблема. И это как раз объясняет, и это объясняется... Просто здесь есть маленькая тонкость, достаточно существенная. Очень важно здесь не сводиться в тему свободы. Стуки потому, что ему реклама навязывала образ потребления, образ жизни, а теперь он от него отказал, стал свободным. Нет, не так. Не в свободе дело. А в чем? А именно в рефлексии, только в рефлексии. Нет, подожди, рефлексия это и есть свобода, это просто эта тема, просто здесь, за чем ты ее начинаешь? Ты рефлексируешь, и ты находишься в свободном отношении, по отношению к миру. Абсолютно, да. Ну, а что бы она тогда говорила? Ну, не в том смысле, что... Просто вопрос состоит в том, что твою трактовку, вот, с позиции подпольного человека, она как раз приемлема, если взять, принять во внимание, что действительно общество так устроено, что оно заставляет нас карабкаться вверх. Это... Причем, когда с верхней мысли даже карьера какой-то рабочая, а в принципе быть успешным социальной системой. Да, да, да. И что когда человек понимает, что это не его желание было быть успешным, а на самом деле это навязанное желание, вдруг у него вот это просто возникает, а что же мне-то нужно, мне лично-то что нужно? И тогда возникает это движение вниз, да, которое на самом деле выглядит только как движение вниз, а на самом деле есть как бы возвращение к самому себе, да, вот к своим истокам, да, вот к тому, что как бы он сам представляет, какое желание у него есть. А поскольку, возможно, у этого человека никакого желания-то и нет, то, что вот как он всю жизнь жил чужими этими мотивами, чужими желаниями, да, то вот как бы он скатывается туда вниз совсем вплоть до того что только загорали там купаться не вообще ничего не то что при остается так вот примитивная мотивация то что вся остальная мотивация для него это мотивация внешне да но кстати кстати говоря скатываться сверху вниз смотри что счета вверх вот было говорил есть например менеджер высшего звена господин который там в тирланду ехал инструктором стал каких-то других бизнесменов если такие примеры на ракете единичный может есть скажем каких-то успешных ученых или там деятелей искусств которые стали дауншифтерами учетами сомнительно что такие примере есть и посмотришь как это устроено у нас может быть меньшей степени в америке как устроено ну вот один допустим пример но он человек в принципе вообще очень странно что быть ученым это на самом деле какой-то успешность успешности также евгения склянина привезли себя проявляет к вам примет обратной задачи россии с одной стороны неплохо он где-то там провинциальном британском университете прежде мать и не работает работает профессор но на самом деле тем чем он занимается то очень похоже разработкой этого сложного какого-то языка настоящего практически не занимается как я понимаю математикой очень похоже на переключение пультом сидя у телевизора вот теперь пожалуйста один из крупнейших математиков двадцатого века единственное честно говоря я его впервые слышу автор квантового метода обратной задачи россии понимаешь научную карьеру я думаю можно рассматривать как карьеру какой-нибудь сантехники там или там нету нету раньше в Советском Союзе было там может быть а вот сейчас на самом деле по поводу успеха это реально один из крупнейших математиков двадцатого века нет извини меня я не только ученых я брал допустим деятелей искусства извини я кто больше известен менеджер Газпрома или какая-нибудь балерина или там скрипач ну балерина это особая там или певец какой-нибудь с малейшими эффективными усилиями еще и известие вопрос не об известности а вопрос о том что человек значит такое есть такое понятие там в англоязычной литературе self-made man то есть сам себе сделавшийся человек на самом деле ахуя искали у кого больше денег нет нет дело не в деньгах важно вот эта вот заслуга если ты из грязи князей поднялся один например родился богатеньким он был богатым и остается богатым в этом нет никакого подвига а другой был вообще никто там условно говоря и вдруг кем-то стал важно что вот этот вот разгон что он смог сделать с собой понимаешь ну я так говорю собственно мои слова никак не опровергает те примеры которые Игорь назвал в качестве контрпримеров назвал склянин он все равно там работает профессором это извините он не стал шифтером ну видишь он по сути стал мы с тобой не знаем мы с тобой не знаем толком чем заниматься ну быть может это хорошо так очень плохо переходить на личности у меня по сути у меня по сути тоже склянин сказал что вот я тут не только в голосе что ты сделал я сейчас тоже какую-то закрючку написал ну это может ну просто конечно же когда мы берем уже конкретные примеры там понять границы что считать что не считать ну был например человек условно говоря сантехника там не знаю пятого разряда потом что-то с ним случилось и решил создать сантехника второго разряда это доншифтинг или что да понимаешь это же мы же не занимаемся таким маразмом ну хорошо ну пойдем уже по колбу давайте ну чего еще что-то хочу так сказать это все позицию государства нет ты бы наверно был прав Игорь был прав в том случае если бы допустим менеджер Газпрома пошел бы вниз и устроился бы сантехником работать кто-то был бы странным так я же тебе объясняю устроился инструктором работать это единственное он ехал в Таиланд и занимается тем чему живет то он не на эти деньги которые он получает Валя больше давай как бы без денег вот я вот каждый раз у тебя одно и то же живет он на день из-за своей жизни почему поколение дворников и сторожей да оно как раз устраивало с дворниками и сторожами у них не было возможности накопить денег в Таиланд понятная причина да 70-70-х годов они именно в рамках доуншифтинга устраивались в кочегаре в котельной или куда-то еще да поколение дворников и сторожей но вот так было устроено я то хотел бы просто как бы с другой стороны я хотел бы понять тогда как в концепции укладываются люди которые стремятся вверх по карьерной местности и никуда не хотят вниз не извергаться там много же людей есть которые там и даже таких людей больше потому что там шуперы это отдельные они находятся в ситуации постоянного значения поэтому их мерседесы шубы и особняки на самом деле являются нечто такое как их тоже жестом отчаянии почему мерседесы шубы и особняки а почему допустим там не там не написанные книги там совершенное открытие или еще там что-ли индекс ассоцицируемости да то же самое ну иногда индекс ассоцицируемость является тоже жестом отчаянием почему нет да бывает просто как бы те люди о которых я говорю что-то они доношутся я практически этих примеров не знаю хорошо не знаешь зачем по два раза заходить мы не разбираем сейчас персонажи мы пытаемся понять как бы явление понятно говорю в каждом конкретном случае это может быть разобраться и будет сложно называть это домашубственным или нет это не важно есть какие-то крайние примеры там все это понятно ясно я не знаю но это достаточно много а если ты возьмешь всю верхушку концертного уровня и всех остальных вот нашего ну в основном уже убитых людей то они все будут рассказывать тебе про какие они были замечательные перспективные успешные математики пока решили не заняться чем-то другим верхушку чему твой ну чая принцесса нори принцесса гибель а я на самом деле хотел бы подвести этот вопрос к следующему рассуждению как я постоянно говорю что вот есть две позиции пассивная и активная да на самом деле активная позиция она действительно так выглядит что не всегда можно понять моя ли это активная позиция потому что ну мы на самом деле как бы в этом мире так в этом мире устроена что мы вот вынуждены заниматься какой-то активной деятельностью для того чтобы просто жить мы что-то постоянно делаем мы вообще как бы устремлены к чему-то как понять на самом деле моя ли это воля или эта воля как бы мне навязана не получается не получается ли так на самом деле что вот отдельные люди все-таки признают даже они говорят так пусть эта воля даже мне навязана но я вот признаю эту волю как свою и соглашаюсь с тем что она такова а другие люди почему-то когда видят на самом деле что существовала какая-то воля которая была навязана и они почему-то считают что всякая воля всякий активизм да вот в этом отношении является навязанным они поэтому вниз не извергаются потому что они как бы отказываются от любого активизма от любой активности то что всякой активности видится как навязанного как ты их говоришь всякая активность видится если так вот говорить экзистенциальным языком как бы как бы предательство самого себя потому что в этом они живут не они а живут и живет нечто внешнее мир который их означает А люди, которые все-таки остаются в активизме, которые, хотя и осознают, может быть, что часть этой активности им навязана, что это не их воля действует, через них действуют многие другие воли, другие люди, общество в целом и прочее. Но они просто принимают это и остаются наверху. То есть проблема состоит в том, что вот эти люди, которые отказались от активной позиции, у них остаются единственные позиции, только пассивные. И вот эта пассивная позиция, отказ от всякого рода активности, есть то, что называется доншитинг. Просто они отпускают руки и падают, куда упадут. Там минимальные какие-то усилия, чтобы доползти до пляжа и все. И там уже просто прозябать. Потому что всякая активность, все это внешне навязанное. Избавиться от навязанной активности. Вот что это означает. Можно сказать так, стать свободным, стать самим собой. Это не важно, как это описывать. А люди, которые стремятся по карьере, еще раз, я просто захожу на этот круг второй раз, да, там, они просто признают, что пусть в этой активности существуют также люди и чужие люди, но я все равно продолжаю быть активным. Спасибо. 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 Спасибо.